Всем тихой ночи! В предыдущем видео в голосовании победила тактическая теология, и она же является продолжением темы из видео про соревновательную эсхатологию, так что ссылка на предыдущий ролик будет в описании. Хотя мир тактической теологии вполне можно считать отдельным измерением мультивселенной SCP, а можно просто другим таймлайном мира соревновательной эсхатологии. История, известная как тактическая теология, началась, когда где-то в начале 20 века в Канаде под готическим собором начал проявляться некий незначительный аномальный феномен, который даже объектом не стал. Зато под этим собором была основана зона 27 фонда SCP. В этот подземный комплекс за все время его существования было перемещено множество аномальных объектов. Один из них это кстати SCP-4967, труп того уличного музыканта, изображающего Элвиса, которого боялись демоны. Видео про адский Вегас он упоминался. И да, это тот же самый мир выходит, что с дьявольским Вегасом. В 27 зону долгое время свозили самые разные объекты, связанные с религиями со всего мира. Например, вот SCP-4531. Это город в Латвии, где местное население, исповедующее иудаизм, своими ритуалами создавало неких существ, внешний вид которых отдаленно намекал на различные грехи, совершенные каждым конкретным их создателем. Их агенты фонда увозили в зону 27 в Канаде для теологического изучения. Сюда же перевозили и членов самых разных культов, даже вот поклоняющихся древнеегипетскому богу Тоту разумных говорящих голубей, известных как SCP-4795. В общем, коллекция там собралась интересная. В ходе развития комплекса зона стала настолько большой, что ее оборудовали всем необходимым для выживания людей в условиях конца света, что, вероятно, здорово поможет местным сотрудникам в будущем. Также именно в этой зоне был организован департамент тактической теологии, который сам ловил новые объекты и помогал содержать их другим департаментам. Судя по всему, изначальный отдел тактической теологии появился в мире, имеющим некоторые отличия от базовой реальности SCP. Тут есть свой SCP-001, во многом определяющий деятельность фонда. Объект этот был найден на горе Синай, на месте археологических раскопок древнего города. Изначально открытие было сделано во время анализа некоего излучения Акива. Единственное место, где его не было, это те самые раскопки на горе. Отсутствие этого излучения оказывало на людей необычный эффект. Все негативные обстоятельства, действовавшие на организм человека, включая старость, яды, болезни и даже травмы, переставали наносить ущерб. Человек просто брал и не умирал, чтобы с ним не происходило. Когда об этом свойстве стало известно, туда переехала большая часть местного совета О5. Восемь из его членов больше никогда не покидали древнюю постройку. Фонд SCP по факту теперь управляется из этого странного места. Изучение свойств местного SCP-001 дало удивительные результаты. Из-за нулевого уровня излучения Акива внутренне может проникнуть сам ангел смерти и забрать человека. Упомянутые излучения Акива, кстати, похоже общеизвестны в мире тактической теологии. Приборы, действия которых основаны на нем, начали создавать уже в 19 веке. Такие приборы обладали туматургическими свойствами, то есть, проще говоря, позволяли творить чудеса. Даже интересно, что вообще тогда в таком мире должно считаться аномалий, а что нормальной работой, например, прибора Акива. Объекты, влияющие на это излучение, стали главной целью фонда. Как вот SCP-5993. Этот объект – это колония пчел, устроившая себе улей в трупе человека. Эти неправильные пчелы производят крайне неправильный мед, поглощающий излучение Акива. При поедании меда человек теряет возможность общаться с божественными сущностями, что, как я понял, в мире тактической теологии является аномальным, болезненным и даже опасным состоянием. Собрав некоторое количество подобных объектов, фонд SCP решился на страшный эксперимент, а именно создание области вакуума Акивы, искусственно. Во время эксперимента что-то пошло не так, случилась катастрофа, но что именно произошло, данных нет. Зато последствия вполне ощутимы. Аномальная активность увеличилась во многие разы, а руководство SCP заговорило о надвигающейся эсхатологической катастрофе. Не могу не заметить, что все эти статьи явно писал человек очень верующий, потому что все неприятности так или иначе начались с того, что люди начали проворачивать какие-то свои дела, скрывая их от взгляда Бога, которым скорее всего и является это излучение Акива. Спрятавшись из божественного взора, человек вкусил запретный плод бессмертия, за что и был наказан. С другой стороны, для хаба с названием тактическая теология это нормально, наверное, вполне в рамках заявленного сеттинга. Но вернемся к неприятностям. Начались они постепенно. Первыми признаками надвигающегося конца стали странные необъяснимые события, происходившие с различными религиозными объектами. Вместе с этим увеличилась активность различных связанных организаций мира SCP. Например, представители такой группы как Sapphire, это агрессивные атеисты из французского SCP, начали часто нападать на Зону 21 с целью выкрасть различные аномальные предметы. В 2014-м содержание любых аномалий, связанных с религией, становится практически невозможным. Они начинают приобретать различные новые свойства, которые просто не позволяют эффективно их содержать. Пиком этого процесса стала активность объекта SCP-5998. Объект это тот, а стоящий на коленях замерзший труп на Северном полюсе. При этом это, похоже, и не совсем человек. Во всяком случае, человек необычный. У него по шесть пальцев на руках и есть третий глаз. Также тело не разлагается. Впрочем, чем-то аномальным это назвать нельзя, потому что оно заморожено. Аномальное свойство его в том, что вокруг него время от времени появляется Афаним. Это один из оригинальных ангелов в виде двух колес с глазами. А кроме того, приверженцы любых религий начинают чувствовать глубокие религиозные переживания. Ученые фонда заметили, что именно повышенная активность этого объекта и влияет на все другие. Все эти вещи служили предвестниками ужасных событий. И вскоре конец света начался. Началом этого стало огромное извержение вулкана в Латинской Америке. Лава затопила целые города и страны, а из ее потоков формировались настоящие монстры, набрасывающиеся на спасающихся бегством людей. Таким событием стал противостоять ГОК или глобальная оккультная коалиция. Однако, похоже, начало конца света внесло в эту организацию значительный разлад. И непосредственно противостоять монстрам стали только некоторые части коалиции. Даже встречу коалиции по поводу начала конца света посетило всего 60 представителей из 108. А в целом организация смогла выставить против армии монстров 20 тысяч своих сотрудников. Еще одним существом, несущим хаос и разрушение, стал SCP-722. Объект этот — это огромный змей, живущий в системе тоннелей под Гренландией. Его тоннели покрыты скандинавскими рунами, тех с которых не поддается переводу. И по всей видимости он является мировым змеем, или змеем Мидгарда из скандинавской мифологии. Обычно зме этот выделяет сильнейший яд, не позволяющий посторонним проникнуть в его жилище. А с началом апокалиптических событий, змей выбрался из своих пещер и отправился в плавание в Мировом океане, наполняя воду смертельным аномальным ядом. Вот это уже угрожающе звучит. А еще в соответствии со скандинавской мифологией, в отравленных водах появился дракар, состоящий из человеческих ногтей. Вот теперь точно апокалипсис, вернее рагнарек. Вообще интересный поворот, что хаб, уделяющий много внимания взаимоотношению человеческого и божественного, приходит именно к скандинавскому концу света. Еще более интересный поворот ждет нас в рассказе, написанном в виде записки поклонника саркицистического культа плоти. Клавигары и сам великий корцист Ион пообещали своим культистам спасение, но спасение оказалось в том, что весь культ отправляется в зону 27, ту самую, что под собором. Город вокруг этой зоны уже заполнился пчелами, из SCP-5993, теми самыми, которые делают мед, блокирующий излучение Акивы. Когда поклонники культа плоти вошли в город, пчелы облепили их клавигаров и корцисты Иона, в результате чего те упали замертво и начали разлагаться на мед, вероятно липовый. Все, кто понял отсылку, ставят тайгу этому видео. Фонд принял осиротевших культистов в своем убежище. Последняя история в хабе связана с объектом SCP-4959. Сам объект это большой птерозавр, обитающий в древнем ацтецком храме, похожий на кетцелькуатля, как станет понятно позже, не являющийся им. Однако, вместо того, чтобы устроить какой-нибудь разнос, как все остальные, древний змей заговорил. Он толкнул пафосную речь о взаимоотношении человеческого и божественного, закончив ее тем, что существа вроде него живут как раз для того, чтобы суть этого самого божественного познать. После этого он проделал дыру в комплексе содержания и, прихватив женщину-ученого, которая его исследовала, начал выбираться из храма. Впрочем, теперь ему предстояла битва с другими мезоамериканскими божествами, вышедшими посмотреть на день конца света. Безумную битву забытых божеств прекратил оригинальный кетцаткуатль, сообщивший своим собратьям, что лучшее, что они могут сделать, это успокоиться и снова ждать шанса взять мир в свои когтистые лапы. Так заканчивается хаб тактической теологии, истории про очередной конец света, в чем-то похожей на соревновательную эсхатологию, но, наверное, лучше проработанной и более подробно описанной. Ну и, конечно же, пишите в комментариях, что мы еще не обсуждали. О чем будет больше упоминаний? О том мы и будем говорить в следующем подобном видео. А пока, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok